Куда пойдет Казахстан при переизбранном президенте Такаеве? Президент Казахстана Касым Жамар Такаев легко переизбрался на этот пост, получив более 81% голосов на досрочных выборах. Явка избирателей составила почти 70%, при этом 5 других кандидатов-спойлеров набрали ничтожное количество. Второй по популярности выбор избирателей был «Против всех», так проголосовало почти 6%. Такаев же будет занимать пост еще 7 лет без права переизбираться, поскольку это теперь запрещает Конституция страны. В одном из первых заявлений по итогам выборов казахстанский лидер подчеркнул, что в экономику страны вовлечено более 500 миллиардов долларов, а на местном рынке работают мировые компании, поэтому власть должна проводить многовекторную внешнюю политику. Можно предположить, что прежде всего многовекторность будет проявляться в дальнейшем дистанцировании от действий России на Украине. И это так или иначе может сказаться на всем комплексе российско-казахстанских отношений. Первые признаки разногласий проявились на Петербургском международном экономическом форуме в июне, когда во время совместного с Владимиром Путиным участия в пленарном заседании Такаев открыто заявил, что его правительство не признает контролируемые Россией регионы на востоке Украины. Также президент Казахстана добавил, что его страна поддерживает нерушимость международно признанных границ, и Астана будет вынуждена соблюдать введенные против России санкции и не станет помогать ей их обходить. Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет Луганский, Донецк. Одним из важных направлений экспортной политики Астаны в последние месяцы стала активная диверсификация пути поставок энергоносителей на Запад в обход России. В настоящее время Казахстан в значительной степени зависит от Каспийского трубопроводного консорциума КТК, одного из крупнейших в мире, который ведет Черноморскому порту в Новороссийске. Из общего объема экспорта в 68 миллионов тонн в год через него проходит 53 миллиона тонн казахстанской нефти. Однако недавно было объявлено о планах увеличения транскаспийских поставок в 10 раз в ближайшие годы, минуя Россию. Хотя полностью переместить поставляемые через КТК объемы не удастся. Есть и жесткие логистические ограничения для увеличения поставок казахстанской нефти в Китай. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов уже заявил, что разработана дорожная карта по диверсификации экспорта и ведется работа по расширению и увеличению экспортных возможностей нефти по всем направлениям. Основным альтернативным КТК-маршрутом является трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, берущий начало в Азербайджане на противоположном от Казахстана берегу Каспийского моря. Из Баку нефть может поступать по трубопроводу в Черноморский порт Супса в Грузии, а оттуда уже на мировые рынки. Доставка казахстанской нефти в Баку будет осуществляться танкерами, общий объем которых весьма ограничен. Затем планируется строительство транскаспийского трубопровода, но проект все еще не согласован. В перспективе двух-трех лет речь может идти о перенаправлении максимум 5-6 миллионов тонн нефти. В последнее время Казахстану проявляют повышенный интерес и европейские политики. На днях страну посетил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявивший, что ЕС может компенсировать остальные убытки, понесенные от соблюдения антироссийских санкций. Впрочем, конкретных цифр названо не было. С другой стороны, по мере перемещения ряда ранее базировавшихся в России западных компаний, а также прихода новых, Казахстан со своей нейтральной политикой может стать одним из центров производства западной продукции, отчасти предназначенной и российскому рынку. Ранее Такаев призывал всячески поддерживать переезжающие из России компании. В этом смысле не стоит переоценивать степень дистанцирования Алматы от Москвы. Другое дело, насколько российское руководство будет терпимо относиться к проявлению подобной, ранее не присущей бывшим советским республикам Центральной Азии, самостоятельности. Продолжение следует...